Во Дворце культуры трактора-строителей сегодня подвели итоги сразу двух республиканских конкурсов. На сцене выступали фольклорные коллективы, танцоры и вокалисты, а в фойе свое творчество представили мастера и ремесленники. Они словно живые. Вот чувашская красавица протягивает каравай, а вот дед думает, как вытащить репку. Этих героев связала финалистка конкурса «Куклы своими руками» Зинаида Киргизова. Кипятим все это, вот это капром-голготки, чтобы они распустились, это вяжем все, нитки, все, что есть, из этого сделаем. И фантазии свои выкладываем. В Чебоксары сегодня приехали мастера из всех уголков Чувашии. Аделина начала вязать крючком с первого класса и прощаться с любимыми игрушками не собирается. Это интересно, это успокаивает. Они для красоты, но у меня есть еще и двоюродные братья, сестры маленькие. Они с ними играют с радостью. Играют и участники конкурса детского художественного творчества «Цветы Чувашии». Фольклорный ансамбль из Аликова представил на суд-жюри не только песни и танцы, но и национальные игры. Сейчас везде все на русском, на русском. Где-то что-то, я все-таки, Чувашский все равно, это наши предки, это наши корни. Мы не должны забывать то, что мы Чувашии, мы должны разговаривать на Чувашском языке, да, девять, детки? Я как-то все-таки, как-то стараюсь, чтобы они общались на Чувашском языке и разговаривали, понимали. Некоторые тоже меня тут не понимают, но все равно стараются. И я рада. Девочки получили главную награду конкурса в номинации «Фольклор». Своё творчество показали более ста талантливых ребят Чувашии. Мария Шоклева, Вениамин Иванов, Республика.